Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о Тефелине. В кожаных коробочках, прикрепляемых с помощью ремешков на руку и на голову, содержащих кусочки пергамента с отрывками, которые касаются заповеди о ношении Тефелина. Тефелин символизирует идею того, что все поступки и мысли человека должны служить воле Творца. Раньше было принято облачаться в Талит Гадоль, то есть большой Талит, и в Тефелин дома и идти в них в синагогу на утреннюю молитву. Но в наше время их обычно надевают уже в синагоге. Перед утренней молитвой надевают Талит Гадоль и только затем Тефелин. Обязанность надевать Талит и Тефелин распространяется только на мужчин. Здесь действуют два принципа. Первый, более постоянное, идет первым. То есть из двух заповедей или из двух молитв, время исполнения которых наступило одновременно, сначала делают ту, которая выполняется чаще. И поскольку Талит Гадоль надевают ежедневно, а Тефелин только в будние дни, то Талит предшествует Тефелину. Второй принцип. Святости повышают, а не понижают. Талит – это одежда, сделанная по установлениям Торы, то есть по законам Торы. А Тефелин обладает собственной святостью. Поэтому сначала надевают Талит, а только потом Тефелин. В большинстве шкенадских общин в Талит Гадоль облачаются только женатые мужчины, а в Сефарских также и неженатые. Однако тот, кого вызывают к чтению Торы, а также Кантор и Балькорэ, то есть человек, читающий свиток Торы, обязательно должны быть облачены в Талит Гадоль. Надевая Талит Гадоль, мы выполняем ту же самую заповедь – ношение цицита, что и цицит сам, то есть Талит Катан, но Талит Гадоль – это более торжественное выполнение этой заповеди. Обычно Талит Гадоль надевают на время утренней службы. Медраж говорит, что один из способов приближения к Создателю – это подражание ему. Закутываясь в белый Талит, мы сосредотачиваем как бы мысли о том, что Всевышний как бы окутан духовным цветом. Тефелин надевают во все дни, кроме суббот и праздников. После возлаждения ручного тефелина надо сразу же, не отрываясь и не разговаривая, надевать головной тефелин. Тефелин очень сложно устроен. Более того, малейшие отклонения от правильного устройства тефелина делают их негодными. Маймонид считает, что строгое соблюдение всех деталей устройства тефелина – есть выражение любви к словам божественного откровения, текст которых вложен в тефелин. Другая точка зрения, дорогие друзья, каббалистическая, разъясняет, что тефелин особым мистическим образом связывает нас с Богом. И правильное устройство тефелина необходимо для осуществления этой связи. В то же время многое в устройстве тефелина имеет и символическое значение. Ручной тефелин повязывает на бицепс левой руки, и он подчиняет себе мышцу, то есть силу человека. При этом он расположен напротив сердца, источника чувств. В ручном тефелине все четыре отрывка истории написаны на одном куске пергамента, что символизирует единство Галахи, конкретного еврейского закона, регламентируемого действия человека, то есть руку, при том, что в головном тефелине каждый из этих отрывков помещен на отдельном кусочке пергамента и в отдельном отсеке или футляре, что символизирует разнообразие мнений, подходов и философских интерпретаций Торы. Сначала надевают тефелин на руку, а потом на голову, так как выполнение закона рука должна предшествовать постижению его, то есть головы. В то же время после или более тонкие действия обматывания ремешка вокруг пальцев может быть правильно осуществлены только после постижения смысла закона. Головной тефелин с ремнями символизирует также божественное управление миром. Левый ремень – управление в категории суда, в рамках законов природы. Правый ремень – это управление в категории милости посредством чуда. Управление идет от верхних миров к нижним, поэтому сам тефелин надевают на голову, вместилище разума, а ремни спускаются ниже пояса, при этом правый ремень несколько длиннее левого. Тефелин черного цвета, ибо пути управления скрыты от нас, но внутри находится белый ясный свиток с пергаментом. Левый и правый ремни наверху связаны в узел, так как милосердие и правосудие исключающие друг друга на земле. У Бога таинственным образом они переплетаются. Два знака свидетельствуют о вере человека в единого Творца Вселенной и о его принадлежности к еврейскому народу. Обрезание – знак союза, заключенного Всевышним с народом Израиля. Знак, запечатленный на теле еврея, как сказано в Торе, в Берешит, и да будет это знаком союза между мною и вами. Тефелин, как сказано в Торе, да будет это тебе знаком на руке твоей, и напоминанием над глазами твоими. Оба эти знака необходимы нам в течение шести будничных дней, но не в Шаббат. Шаббат сам является знаком. Исполняя заповедь о Шаббате, еврейский народ демонстрирует тем самым свою веру в Творца Вселенной, который прекратил работу в седьмой день творения в Шаббат. Как сказано в Торе, в Шмо 31, «Шаббат – вечный знак союза между мною и сынами Израиля». Напоминание о том, что шесть дней творил Всевышний небеса и землю, а в седьмой день прекратил работу и отдыхал. Вот в этом-то и заключается причина того, что Тефелин не возлагают в Шаббат и праздники, которые в этом отношении равны Шаббату, и в эти дни запрещено работать. Тефелин не возлагают также ночью. Это следует из слов Торы о заповеди Тефелин. И соблюдая этот закон в его срок – все дни, дни, но не ночь. Наши мудрецы открывают еще один смысл в строении Тефелина. Иудаизм допускает возможность самых разных суждений. Более того, он считает, что все эти суждения дополняют и обогащают друг друга. Достаточно вспомнить о дискуссиях школы Шамая со школой Гелеля. Поэтому в Тефелин, возлагаемом на голове орган мысли, есть отдельные места для различных отрывков из Торы. Однако то, что касается дела, действительного исполнения воли Всевышнего, что касается Галахи, регулирующей эту деятельность, то здесь нет места для различия во взглядах. Галаха должна быть единой. Она обязывает всех евреев трудиться рука об руку во имя исполнения повелений Торы. И поэтому в Тефелин, Шельят нет различных отделений. Таким образом, мы можем сказать, что от Творца к человеку нисходит высший свет. Этот свет проходит сквозь миры, фильтры, ослабляющие его, чтобы человек смог получить свет в мире своего духовного исправления. Свет проходит сверху от Творца до нас через пять миров. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ецера, Осия. Если человек исправляет себя, он как бы поднимается в мирах снизу вверх, от мира Осия до высшего мира Адам Кадмон. Если человек своим духовным исправлением сравнялся с миром Ацелут, он получает свет от пяти частей мира Ацелут, называемых Парцуфим. В соответствии с этим есть головной Тефелин спереди и его узел сзади. Тефелин ручной – это исправление светом эгоистической левой линии, чтобы сделать его пригодным для выполнения только альтруистических действий. Таким образом, Тефелин – это выход света из духовного объекта наружу, дающий нижние ступени силы выполнить альтруистическое действие. Поэтому и Тора определяет Тефелин как знак, как провозглашение нашей принадлежности к еврейскому народу. Накладывая Тефелин на руку так, что Тефелин обращен к сердцу, и накладывая Тефелин на голову, мы привязываем наши эмоции и наш интеллект к служению Богу. Этого я нам всем и желаю. Надевайте регулярно Тефелин. Браха вецлаха. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Ваш Равин Каплан. Субтитры подогнал «Симон»